Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем проходить Ведьмака и тут... Ого, большая дрянь! Какой-то он розовый. Гламурный, наверное. Так, мы продолжаем проходить Ведьмака. Да, в прошлой серии мы увидели, на что способны эльфы. Это ужасно. Но они за это поплатятся однозначно. Они, короче, закрыли женщин, детей в склепе вместе с гулями, альгулями. И прочей дрянью. Короче, обрекли их на ужасные муки. Естественно, на смерть. Такс. Думаю, после этого уже не осталось ни у кого сомнений, за кого я буду сражаться. То есть я, естественно, выберу сторону людей. И не простых людей, а таких людей, как Зигфридс. Потому что этот человек, хотя и принадлежит Ордену, но он все-таки честен и добр. Такс. Отправляемся в купеческий квартал. Там нужно нам найти Деклана Лео Ардена. Этот чудак мне должен продать камень. Драгоценный камень для того, чтобы я мог прокачать свое оружие. Я, наверное, прокачаю вот этот свой второй меч, который я на болотах нашел. Не вот этот новый, что я выковал, а вот этот старый. Потому что он мне и по виду нравится, и вообще он довольно-таки хорош. Ну, посмотрим. Так, тут оружие запрещено. О, главный королевский ловчий. Приветствую, милздарь, ведьмак. Здорово. Приели тебе предместие. Я получил приказ возвращаться в Вызиму. Король Фольтест скоро вернется. При случае я вознаграждаю тех, кто помогает устранить опасности для общества. Опасности для общества? Награды за убитых чудовищ. Есть кто-то на твоем счету? Да нет. Будь здоров. Найду, так обязательно зайду к тебе. А так, пока некого. Нечем гордиться, в принципе. Такс. Дозорная. Дом Королевы Ночи. Да, ночной. Нарокорт. Таверна, что ли, какая-то? А, да, точно. Нарокорт, это же таверна. Не знаю. Длянусь честью! Хорошо. Тогда пойдем туда. А тут что? Так, ну сначала на прием я. К тому же в Нарокорте обещали и бойцов нормальных. Какой-то негодяй попытался продать мне фиш тихо. И бойцов нормальных, и игроков должно быть в Косте тоже полно. Но Костя я не так люблю, как... Как драки. Так, какой-то Патрик. Здорово, пацаны. Сосет у краснолюда. Никакого вызова. Давайте начнем с сильного. Да, давай за тридцатку. Будет им по месту. Кому бы тут заехать, как следует. Но че-то он не очень. Не б... Такс. Кто у них тут самый сильный? Ты что ли? Когда-то я был непобедим. Меня называли надеждой белых. Не уверен, что я тебя понимаю. У меня был потенциал. А теперь приходится ошиваться вот в таких выгребных ямах, как это. Ты был воином? Боксером. Что случилось? Сначала меня обманули судьи. Несли что-то об ударах ниже пояса. Можно подумать, у того парня вообще когда-то были яйца. Но меня дисквалифицировали. Продолжай. Но это было только начало моей трагедии. Хватит меня. Ты меня бесишь. Как насчет... Две серии. Да. Я буду участвовать. Давай, боксер. Что я себе издал? Будешь корниться, ехать как следует. Иногда хочется быть христианином. Ты все забыла. Все. Отъехал. Ты учился драться у Дайсона? Да. Я ведьмак. И я победил. Выбирай, что хочешь. Так. Магический знак. Ирунический камень. Это неплохо. Я выбираю кусок метеоритной стали. Ирунический камень. Ого. Магический знак в жопу, конечно, мне не нужен. А вот рунический камень. И метеоритный кусок я бы взял. Я выбираю кусок метеоритной стали. Ирунический камень. Забирай и проваливай. Ну и 200 монет саму собой. Так-с. Таких у меня уже несколько. Уже три. Временно. Клинок силой магии уличит вероятность. Ага. Это временно лишь. Ага. Красный кусок. Да хорошо. Красный метеорит и синий метеорит. Блин. У меня много хорошего оружия. Вот ты. Ты похож на Саламана. Привет. Давай с тобой за 35, а? Хорошая ставка. Два места. Давай, ты в броне. Ты крутой. Страсть. Как хочется врезать кому-нибудь. Дерешься как баба. Даже через броню. Чувак, да ты вообще неудачник. Я тебя даже через броню не сбил. Так, ну ладно. Идем отсюда. Лютик. Ой, старый трепач. Я не в том настроении, чтобы... Проблема заключается в том, что я обещал сыграть для всех этих людей. В таком случае у тебя действи... Геральт. Куда? Куда делась твоя людня? Эх, длинные. Че, это не все, да? Лютик. У меня заканчивается пойлом. Да неужели? О-о-о-о. Еще не набрался храбрости рассказать мне о людне? Моя людня осталась у богатого купца, который живет на западной стороне сольной площади. А я не могу отсюда отлучиться. Публика... Ясно. Почему ты не хотел об этом говорить? Купец один застал меня, когда я давал уроки его дочери. А? Уроки чего? Спокойно, Геральт. Музыки, конечно. Конечно. Ладно, я принесу твою людню. Отлично. Ладно, потом расскажешь. Блин. Трактирщик. Мне нужна помощь. Я тебе морзу забью. Трактирщик. Трактирщик. Ника, приветствую. Чем? Так. Есть комната? Давай. Так. Три бронзы и один серебряк. Уклонение 20%. Так. Атака плюс 20. Вот это вообще хорошая штука. Сейчас мы посмотрим, что сила мне даст. Повреждение плюс 10. Отражение удара 5%. 75 к здоровью. Это хорошо. Тут сопротивление нокауту. Хорошая штука. А тут... А тут... Ну, это говно. Энергия, сопротивление, улучшение. Атакуем. Ничего особого. Давайте в силу вкинем серебряный талант. Так. Игни. Нечего качать. Арт. Я не знаю даже. Боль я тут не качал. Точный удар. Точный удар я тут не качал. Ага. Зато тут я качал кровопотерю. А тут я качал нокаут. А тут... А тут я качал нокаут. Хорошо. В принципе, давайте боль сюда прокачаем. Почему нет? Все-таки хороший стиль. А сюда нокаут. Вот так. И где-то вот до вечера. Так. Так. А че, когда этот вечер-то? В них не... А, вон, они уже бухают. хранники аристократы 3 вот мы на месте россии перестань хмурится все будет хорошо меня что-то бог побаливает может вернемся к тебе и проверим нет ли внутренних повреждений этим мы займемся после приема да ладно геральт не так все плохо давай общаться этого не общаться деклам ведьма приветствую благодарю что пришли здесь почти все кого я пригласил посмотри на этот зал ведьма ты увидишь что тут представлено все королевство любой у кого есть власть был приглашен сюда спасибо за приглашение поговорим позже простите меня но я должен принцесса арта госпожа позвольте представить вам чародейку 3 смери гольд и дэвид я знаю кто это мы ведь знаем друг друга не так ли ведьмак можно сказать и так принцесса да я действительно принцесса хотя я не всегда чувствую себя таковой так много обязанностей ты себе не представляешь ведьмак почему ты так на меня смотришь тебе не нравится мой наряд я бы снял так ладно не будем не будем прерываться вижу ты все еще носишь на шее это ожерелье с камнем проклятие закрой свой грязный рот мутант слышно еще раз вякнишь я тебя разрежу хватит ваше высочество позвольте мне вышвырнуть отсюда этого бродягу мы больше не желаем с тобой разговаривать отойди так исчезни выродок тебя вызовут когда ты понадобишься смотри смотри талер какого хера геральт можешь познакомиться с талером талер здесь доброе утро позвольте представить моего хозяина благородного эркина фон бланта приветствую мёздарь эркин принял обет молчания и поэтому не может нам ответить вам наверное интересно какова причина его визита вот уж действительно он принес в своей жизни много клятв одна из которых защищать королевскую семью увы по неизвестным нам причинам принцесса адда не слишком его уважает но увы клятвам нужно следовать несмотря на обстоятельства а какова твоя роль в этом думаю его клятвы на тебя не распространяются он позволил мне говорить от его имени я служу при нем советником конечно не будем тебя беспокоить пойдем геральт геральт позволь представить тебе ипата вели рада мне очень приятно приветствую ведьмак давно не виделись красивый меч правая рука короля фольтеста госпожа 3 весьма добра мы тут все свои чего формальности если хочешь открыть фабрику магазин или убить монстра или попросить о чем-то короля в первую очередь надо идти ко мне я запомню простите и под но нам надо поздороваться с другими гостями ты знаком тут уже со всеми важными персонами ведьмак мне надо поговорить с левого арденом но осторожен люди могут попытаться вытащить из тебя информацию из меня и обычный ведьмак будь начеку тут у каждого слова есть политический подтекст ладно я уже не хочу говорить для нильфгард на слаб еще как мало еды негде сесть и все обмениваются банальными фразами к тому же я единственный кто не вовлечен ни в одну интригу или тайный союз пришло время для новых обычаев и традиций думаете лучше показать нильфгарду что мы варвары что мы путаем вилку с гребенкой знаем только одно как пировать напиваться орать похабные песни и шлепать служанок по задницам да извините но как осколок прошлого я очень привязан к старым обычаям новые мне никогда не нравились но не вешай мне лапшу на уши кто ты зачем ты здесь я патриот все делаю на благо королевства говори прямо как всегда говорил скупщик краденого талер пройдоха талер ничего за бесплатно не делает скупщик краденого талер мерзавец которому вряд ли понравится если в храмовом квартале узнают что он то и дело трется среди сливок высшего общества вы зимы пусть скажу тебе дружок тут завязывается такая драка что пощады никому не будет а побежденных вороны будут клевать тебе придется сражаться за новый порядок мой анахроничный друг или против мы будем сражаться за традиции обычаи наше имущество и наших баб против кого кто тут такой плохой кто у нас баб хочет украсть обманывать тебя не буду ты свой человек и у нас общее дело так скажу как есть пока не знаю но когда узнаю настанет час меча и топора кровь будет течь по улицам и для твоего нейтралитета дружок попросту не останется места этот дэвет кто он и что тут делает этот нильфгардский пес всего лишь пешка понятия не имею с какой стати ада его так долго терпит объяснись как и большинство рыцарей ордена он комплексует по поводу размеров своего перца поэтому он становится невероятно агрессивным каждый раз как что-то его пугает к тому же он ведь нильфгардец о нашей принцессе можно разное говорить но она ведь не настолько глупа возможно принцесса ведет свою игру несомненно но она могла бы осторожнее выбирать союзников в отличие от шахмат в этой игре на кону жизни я боюсь что кто-то ее использует так она и есть я думаю левого арден каким образом связан с этими переменами я бы хотел чтобы эркин лично встретился с ним его намерение для нас абсолютная загадка для меня тоже правда что ты имеешь в виду твоя подружка кажется очень неплохо ладит с левого ардена для двух малознакомых людей у них находится слишком много тем для разговоров сам посуди я доверяю трис ты знаешь ее лучше чем я но не говори потом что тебя не предупреждали таки что касается левого ардена мне удалось выяснить что он является членом некой международной организации купцов банкиров и прочих богачей а почему тебя так беспокоит мой нейтралитет с какой стати ты из кожи вон лезешь лишь бы затащить меня в игру которая меня не касается не интересует эта игра касается тебя даже больше чем ты можешь вообразить или ты хочешь сказать что тебя не интересует конфликт между белками и орденом или ты хочешь сказать что тебе все равно а как насчет твоей полюбовницы трис меригольд это мое личное дело я хочу уничтожить саламандр это моя единственная цель у саламандр есть покровитель либо кто-то из присутствующих здесь либо кто-то из тех о ком здесь говорят ты по уши увяз в этом волк нравится тебе это или нет а кто ты на самом деле только не крути дружок тимирианская разведка я выполняю прямые распоряжения короля крутого я нахожу предателей крыс и агентов я шпион высокопоставленный шпион не могу его отрицать а можно личный вопрос амфибии которых ты ищешь это личное дело или же идеологическое это личное это личное объяснись они меня ограбили и убили кое-кого кто был мне дорог этого достаточно понял спасибо за откровенность прошу прощения поговорим об этом позже а спасибо за то шоу услышал неплохо дай класс охранники купцы флейтисты давай бухнем с тобой обдолбался по полной программе исчезни выродок а нет денег говори свободно геральт только никакой политики с меня ее уже достаточно не бойся я хотел поговорить о принцессе я же сказал никакой политики о проклятии дьявол тебе забери надо было просить что-нибудь покрепче ладно спрашивай у принцессы бывают странные сны откуда черт возьми мне знать я уже давно не разговаривал с аддой рядом все время ошиваются эти ублюдки из ордена может быть странное поведение геральт на волосок от того чтобы тебя обвинили в измене велерат я спрашиваю не потому что хочу получить какое-то влияние и не из-за своего извращенного любопытства насколько я знаю наша милая принцесса абсолютно нормально ну физически по крайней мере с головой то она не слишком дружит она агрессивна чем-то обеспокоена она бывает агрессивно но это вполне нормально для такой испорченной девицы я не знаю она какая с моей точки зрения да говори ты уже ей нужен нормальный мужик который нормально бы ее трахал ну это правильно да мне пора увидимся пока а еда скоро закончится окей охраннички веди себя приличную да окей ты добро пожаловать на пир Леуваархана поговорим попозже ведьмак расстиглась исчезни о ведьмак подойди дэвет налей мне вина вон у того пажа в другом конце зала ваше высочество теперь мы можем разговаривать свободно я отправила дэвета подальше геральт расскажи мне про ведьмаков только избавь меня от разговоров об этом в вашем кодексе окей что вы хотите знать госпожа каковы ваши взгляды на политику для меня политика это как мимолетное свидание с любовником ты согласен я впечатлен вашим сравнением вы никогда не пробовали заниматься изящными искусствами ваше высочество я вынуждена изучать всякую чепуху но от книг мне скучно как от поэзии по большей части согласен книги это для зануд неважно вернемся к нашим любовникам бродящим по этому залу понимаешь ведьмак политика все же чем-то похожим на роман все начинается с заигрываний взглядов в конце концов все равно тебя трахнут и кину взгляни хотя бы на эту чародельку рядом с лео варденом танец все больше напоминает прелюдию и ну ты сам все понимаешь похоже на нашего благородного эркина и его придворных подхалимов потом человек охватывает страсть непреодолимое желание совокупляться грубо подобно животным а в конце концов остается печальный рутинный процесс лишенный и романтики и страсти к примеру вилерат и дэвет простите меня ваше высочество закашлялся мы ведь взрослые люди геральт и мы оба знаем чего взрослые люди хотят друг от друга политикой секс сводится к одному поиметь остальных могу я задать вопрос продолжай а как к этому относится король я имею в виду в политической сфере конечно скучный вопрос я выросла голодный а на этом пиршестве и посмотреть не на что я устала от язычков куропаток и икры больше всего я хочу придумала если ты правильно угадаешь и принесешь мне то что я хочу больше всего я отвечу на твой вопрос я сейчас вернусь шо? я слушаю ты не знаешь какое у принцессы любимое блюдо? это тема не кажется мне неприятной неинтересной найди мне чего ничь покрепче тогда поговорим договорились или рад я уже нашел расслабьтесь и пат вечер только я слушаю я слушаю вот намного лучше значит слушай у принцессы было тяжелое детство теперь ей очень нравится практически сырое мясо с кровью ни хера себе стараемся об этом не распространяться да она монстр понимаю еще что-нибудь думаю Тайлер недоволен тем что его разведчикам приходится рыскать по всему королевству выполняя ее капризы я слышал они очень дорого стоят спасибо за помощь текст халер геральт ты не в курсе какое у ее высочество может быть любимое блюдо нам ведь положено знать такое дерьмо сам понимаешь мы тайные агенты люди тени успокойся так что это за блюдо принеси мне письмо из соседней комнаты оно в сундуке с гербом тимерии и смотри чтобы тебя никто не видел но тогда я тебе скажу ладно дверь реально закрыть вообще а ты что тут делаешь искал сортир в этом сундуке 1 0 в твою пользу но по правде говоря я надеялся найти какой нибудь лучший напиток да уж вино здесь явно разбавлено я тут нашел одну бутылочку очень даже неплохая штука попробуешь с удовольствием ну можно сказать выкрутился блин честно бодяжусь как да да уж а что в шкафчике надо было перк качать чтоб алкоголь быстрее отпускал так что я тут поднял то такого полезного это кольцо с рубином серебряное что я не знаю кохер уходим геранг давай ровнее Гироскопы включаю Вот Талер, козел Знал, что так будет Интриги Ненавижу интриги Талер Ты где? Блин, еще собака в конец комнаты ушел Давай, поплыл А он тоже обдолбанный, да? Да, похоже на то Как все прошло? У тебя есть письмецо, о котором я просил? Спокойно Вот письмо Из тебя мог бы выйти отличный агент, Геральт Я преувеличил Из тебя такой же шпион, как и с козьей жопы Давай выкладывай Какое у ее высочества любимое блюдо? Котаблепасы Что? Ясно Ясно И как же нужно готовить это мясо? Это уж забота и пата Я отвечаю за доставку катаблепасов А как его готовить, я без понятия Надо узнать у Велерата Наверное Подожди минуту Оооо Понимаю Думаю, Тайлер недоволен тем, что его разве... Спасибо за по... Блин, эти танцы в пьяном море, это хана Геральт Это очень... Что про... Я думаю, у Адды есть важная информация Правда? Это испорченная маленькая... Да ладно Она хочет катаблепаса, желательно с кровью Шутишь? Трис, пожалуйста Можешь кое-что для меня наколдовать? Это очень непристойно, колдовать на приемах Я отвлеку внимание Пожалуй, я лучше справлюсь сама Получилось Стейк из катаблепаса Принцессы Спасибо, Три Кстати, Геральт А ты знаешь, что я могу наколдовать иллюзию оргазма? Я, пожалуй, предпочту традиционные методы Вернусь, как только разберусь с садой Спасибо Это круто Классно, когда у тебя дни Девушка-чародейка Хотя то, что она умеет читать мысли, это очень плохо У тебя есть что-нибудь вкусненькое? Да Стейк-тартар из катаблепаса С кровью, персом и сырым желтком Ты знаешь, как сделать женщине приятно Для меня честь служить вам, ваше высочество За это я дарую тебе личную аудиенцию Приходи в мой Альков через пять минут Помни, мы будем заниматься политикой А она так похожа на роман Я только пройду слегка в себя Чтобы Новое поняние Талер, спасибо за помощь Рыженькая Ди-ка сюда, милашка Ди сюда Тебе понравится Ну, наконец-то Займемся политикой Только тихо Нас не должны услышать Ваше высочество обещало мне ответ на вопрос Чего же ты ждешь? Раздевайся Ваше высочество Я все помню, ведьмак Я отвечу тебе в процессе Но сейчас мне бы хотелось знать Не являются ли легенды о твоем мече преувеличением? Ну, челлендж акцептед Как прикажете Еще бы Вызов принят Он че ее через рубашку Ну, принимает Ну, да Цензура, все дела Тарисман Вот черт Знаете, на кого она похожа? На Серсею Из Игры Престолов Геральт Я поговорила с Деклоном по поводу тебя И че? Тебе тоже надо с ним поговорить Внимательно слушай, что он тебе скажет Хорошо Что он такого скажет, что на это стоит тратить время? Не руби с плеча Он сделает тебе предложение Мне кажется, тебе стоит согласиться А не используешь ли ты меня просто как один из своих инструментов? Ты и твои инструменты Тебе эта вечеринка тоже кажется скучной? Можешь придумать занятие поинтереснее? Дома, Геральт Придумал Недолго думая все-таки Придумал Трис Мерри Гольд Трис Мерри Гольд Мне Нужен Деклан Таинственный аристократ Данилер Деклан Я рад, что ты пришел Я хочу поговорить с тобой В чем дело? Как говорится, враг моего врага Мой друг Звучит банально, но очень правдиво Переходи к делу Именно Я тебе настоятельно рекомендую сменить тон Выслушай то, что тебе скажет Деклан Не больше Да, я угадаю Вам нужно, чтобы кто-нибудь сделал за вас грязную работу И вы подумали, что наивный ведьмак самнезии для этого отлично годится Абсолютно верно Ты поможешь нам уничтожить Саламандр? Я помогу Но это не означает, что мы с тобой стали друзьями Великолепно Все так, как мы слышали Как и любому другому тайному сообществу Саламандрам нужно золото Фиштех – самый прибыльный товар из всех Наши шпионы обнаружили еще один лагерь Саламандр в болотах Там они собирают травы, которые потом переправляют в другой тайный лагерь В храмовом квартале, в Изиме Опять болоты и трущобы Просто прекрасны Мы всецело полагаемся на твои способности В том, чтобы обнаружить и уничтожить оба лагеря Если ты найдешь там какие-нибудь бумаги, улики, которые помогли бы нам в войне против них Возвращайся ко мне Так точно, командир Рядовой ведьмак к исполнению боевого задания готов Оба лагеря новые, они вряд ли хорошо защищены Легкая работа для тебя, ведьмак И тем не менее, не забывай, что Саламандры легко перебьют любой отряд людей Понятно Значительно проще пожертвовать одним ведьмаком Я вернусь, когда добуду улики Приходи ко мне завтра, если понадобится пункт Нам нужно еще немного времени Приходи позже Нам нужно еще немного времени Приходи позже Помнишь что-то? Конечно Все еще пытаюсь Видим Пока Когда меня уже попустит, блин Надо, блин, комнату снять, чтоб отпустила меня уже Спутница На Абигайл похоже Тюль уже вышел из моды Окей Вышел так вышел Трактирщик, спасай Не приветствуй Чем? Он мне Да До утра, пожалуйста Страсть, как хочется вредать, камьёры Вот что я делаю Вон Страсть, как хочется вредать А это кто? Кого я вижу? Ведьмак А ведь говорили, что вы все вымерли Не все Кое-кто остался Я бы не хотел открывать свое настоящее имя Рыцарский обед Если хочешь, называй меня Патриком Извейзи Орден Пылающей Розы? Именно Посмотрим Моя сестра Мы нашли ее утром на постели Она была без сознания Кровь стекала из отметок клыков на шее Это был вампир Отметки клыков не всегда принадлежат вампирам Эти точно принадлежали вампиру А потом, через некоторое время, моя сестра исчезла Должно быть, превратилась в кого-то А потом сбежала Если она стала вампиром Мне придется Прежде всего, я хочу, чтобы ты ее нашел Хорошо Ты ее сразу узнаешь Ее лазурные глаза невозможно не заметить Она стройная, красивая блондинка Хорошо, посмотрим, что можно сделать Стройная, красивая блондинка Вампир Ах, интересно Ну, это забавно Это интересно Талер Что за указ? Понял Это ложь Властью данной мне, эцетера, эцетера Талер освобождается от должности главы Темирианской службы разведки И Талер возражает Не может быть Да И за это он лишится головы Геральт, докажи, что ты настоящий патриот Убей, холопа Ты же не веришь во всю эту чушь, правда? Этот указ подделка Этот продажный фанатик С крошечным пенисом И еще меньшим мозгом Решил вытурить меня с работы Заткнись, вшивый шпик Ты предатель И вздернут тебя, как предателя Геральт, доставь мне этого холопа Не обязательно в целости Я тебя ненавижу, Девет Ну давай, обе стороны Я выслушаю обе стороны Геральт, не слушай этого долбанного жулика Что случилось, Талер? Наверняка он в этом замешан Поддельные королевские печати Но... Откуда у тебя королевская печать, сын грязной суки? Что? Я украл печать? Да Обязан Обязан Так Так Чтобы ни один волос С его головы не упал Вы об этом пожалеете? Вы все об этом пожалеете? А как же? Замолчи, жалкий жрец Спасибо за помощь, Геральт Думаю, тебе лучше на какое-то время исчезнуть Неплохая мысль Я должен с тобой поговорить Позже Хорошо Встретимся на банкете В новом Нарокорте Да С Талером нужно будет поговорить Но для начала мы сейчас заглянем Хорошейник Продавец Пошли туда А что сделает ведьмаки? Изнасилует их что ли? Ну вот придурок Такс Работа трудная Вот он кузнец Чем могу с... Я хочу Мне нужно Сколько Чем могу Я Посмотрим, что я могу сделать Так, ну ты можешь только этот Закрафтить, так сказать С одного синего Говно Я думал он может закрафтить что-то Как-то заковать их Или еще Какая-то беда Но Нет Практическая более точного удара Этот 40 повреждений И 30 кровотечений Но этот Лучше по всем параметрам В принципе Но этот мне нравится просто больше По По виду И он стоит дороже Не знаю Посмотрим, что я могу Так, отожди Я хочу Что-бы Что Продавец оружия Что ты продаешь? Ух ты Штука 500 Вероятности без оружия противника Вероятность точного удара На повреждений Молус 30 Говно, конечно Блин, ну мне нравится Вот это тоже Ничего такой Кинжальчик Церемониальный меч Это такой же самый Как и мой Да? 40 Повреждений И 30 Кровотечений Да Да Хер на него Типа мне так сильно нужен Он там Тут меч Охереть Может Такс Просто поставим Чтобы был И все Что тут еще? Можно было бы его не продавать Но Ведь он в любом случае Тысячу стоит Поэтому Нафиг Так Да И продавать В принципе У меня тут нечего Гвардец Купец Что за купец? А кто интересуется? У меня послание К тебе От наших общих друзей Да И послание следующее Не вмешивайся в дела Которые тебя не касаются Не суй руку в огонь Иначе обожжешься Да Ты всего лишь жалкая пешка Поэтому на этот раз Я оставлю тебя в живых Успокойся Я всего лишь передаю сообщение Передал Такс Еще тут есть Еще Продавец спиртного Ух ты Это что Все спиртное Что ты продаешь? Гнида Да Ну хоть еду Ты нормально берешь По нормальному курсу Что это? Мясо выверни Сбирай У меня алкоголя крепкого Там почти не осталось Но у него его нету Груз должен был быть здесь Что при... Когда-то принцесса Ада была стрыгой Проклятие удалось снять Но нормальным человеком Она так и не стала При дворе постоянно Жалуются Что временами Что временами инстинкты Дают о себе знать Ясно Когда-то принцесса Ада была стрыгой Прекрасно В этом бардаке Еще только Мое почтение Экзотические товары И что тут экзотическое Из-за река Не имеется Болевые растения Гербарии друидов Растения которые Друиды используют Своих ритуалов И растениях И ты бесплодных земель Не слышал про такие Ну да ладно Что ж В принципе на этом Можно и закончить Я уже сегодня Хер знает какую серию Подряд записываю Вот поэтому уже Упарился слегка Всем спасибо за просмотр Всем пока До новых видео С вами был Марс Подписывайтесь на канал Ставьте лайки И до новых видео Всем пока